Новый год Подводим итоги, намечаем рубежи на будущее. Он был хорошим трудовым годом, 68-й. Он был годом всенародной подготовки к Ленинскому юбилею, и все наши успехи посвящены столетию со дня рождения Ильича. Пусть и в будущем множатся успехи, пусть и осуществляются самые смелые планы. В канун Нового года мы встречались с разными людьми и узнали немало интересного. Мы находимся на строительстве большого комплекса промышленных предприятий строительной и баз строительной индустрии Главсевзавстроя в южной зоне строительной индустрии Петрозаводска. Три месяца тому назад здесь заложены первые фундаменты. Сейчас вы видите, идет сооружение второго пролета главного корпуса завода по капитальному ремонту строительных и дорожных машин. Заложены фундаменты бытового корпуса этого завода. Дальше за тем лесом будут сооружены три больших завода. Крупнопанельного домостроения, завода по выпуску сборного железобетона, завода товарного бетона, обеспечивающего технологическим бетоном эти заводы и стройки Петрозаводска. Кроме того, не забыты здесь и транспортники. Будет сооружена база гараж на 400 машин. Здесь, на заводах крупнопанельного домостроения и сборного железобетона, стеновые панели впервые в Карелии будут выполняться на местном легком заполнителе Шунгизити. Пройдет немного времени, и южная зона строительной индустрии Петрозаводска, новая в Карелии, даст свою первую продукцию в обеспечении возрастающих объемов строительства в республике. Конечно, материалы, которые будут выпускать новые заводы, пойдут и на жилищное строительство. Как думают их использовать петрозаводские архитекторы? В нашем институте разработаны генеральные планы городов Сегежа, Кондопога, Петкиранта и города Медвежегорска. В городе Петрозаводске мы ведем сейчас разработку жилого района Куковка. В этом районе должно одновременно проживать более 50 тысяч жителей. Для строящего сейчас южного промышленного комплекса институт разрабатывает микрорайон с общей жилой площадью 80 тысяч метров. Нами проектируется здание Дома Советов. Кроме этого, разрабатывается проект Дворца Пионеров. Ленинградские архитекторы сейчас разрабатывают проект гостиницы на 620 мест. Это здание будет иметь 20 этажей. Кроме этого, разрабатывается проект 10-этажной гостиницы для туристов. Все эти проекты в ближайшие годы в значительной степени изменят облик наших городов. Меняется облик городов, приходит новое инопроизводство. За последние годы преобразились цехи Петрозаводской слюдяной фабрики. На протяжении нескольких лет на Петрозаводской слюдяной фабрике проводится работа по научной организации труда на рабочих местах. За этот период реконструированы рабочие столы щипальщиц и резчиц. Полностью реконструировано производственное освещение на участках щипки и резки. На щипки освещения увеличено в два раза, на резки в восемь раз. Эти мероприятия позволили повысить производительность труда рабочих на 5%. На участке штамповки конденсаторные слюды внедрено оборудование, позволившее понизить уровень шума на 30%. В 1967 году на фабрике организована лаборатория по научной организации труда, которая совместно с творческой бригадой цеха судопластов разработала 6 планов НОД. Внедренные в 1968 году мероприятия позволили дать экономию 10 300 рублей. Матти Густавович, это сегодняшний день. А что будет завтра? В настоящее время лаборатория проводит работы в цехе штамповки и первичной обработки. Окончательным результатом нашей работы явится комплексный план научной организации труда на этих участках. Бывает иногда, что к штурвалу становится художник. Он своими руками собрал этот печатный станок и делает тотиск своей линогравюры. Северному краю без возврата я оставил сердце навсегда. Так писал Алексей Иванович Авдышев в одном из стихотворений. Эта любовь к северу родилась давно, и художник верен ей. Его графические рассказы посвящены суровой северной природе, архитектурной старине, земли, кали, валы, людям сегодняшней республики, их замечательным делам. Чего Вы ждете от будущего года, Алексей Иванович? Для меня этот год, как и для всех художников, будет чрезвычайно ответственным. Нам, художникам карельским, предстоит принять участие в двух больших выставках. Зональной выставке «Советский Север», которая будет посвящена 100-летию со дня рождения Владимира Ивановича Ленина. И выставка, приуроченная к 50-летию нашей советской Карелии, нашего замечательного северного края. Народному хору Петрозаводской слюдяной фабрики в марте месяце 69-го года исполнится 20 лет. За эти годы через хоровой коллектив прошла не одна тысяча слюдяниц, которые приобщились к народной песне. Мне хотелось бы от имени участников хора поздравить с Новым годом всех петрозаводчан, всех тружеников Карелии и исполнить им нашу песню. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok